А теперь предлагаю дать слово тому, кто по его собственному признанию не будет путешествовать по Архангельской области. Своей точкой зрения с нами поделится Александр Донской. С ним мы связались по скайпу и попросили его дать ответ на вопрос, а как же сделать Архангельск интересным и востребованным на туристическом рынке. Александр, почему вы не путешествуете по Архангельской области? Даже когда ко мне приезжают друзья или знакомые из других городов, я привожу их в Архангельск, мне кроме Майл-Карелы, по большому счету, нечего показать. Там та же школа на запад находится в плохом состоянии, нет каких-то красивых зданий, необычных. Тот же дом с Тягином был разрушен властями. К сожалению, нечего посмотреть, по большому счету, в наших городах, в Архангельской области. Александр, а какие пути решения проблемы вы видите? Что сегодня нужно сделать для того, чтобы Архангельская область смогла таки зарабатывать на туризме? Я думаю, должна появиться какая-то инфраструктура. Это и гостиница, это и привлечение туристов. Допустим, можно каким-то недорогими способами. Та же идея была с городом снеговиков. Она неплохая, потому что она не требует каких-то колоссальных вложений денежных. Нужна какая-то фишка, чтобы туристов зацепить, чтобы они приехали. Это что-то необычное. Самый большой снеговик, куча снеговиков. Или, может быть, какой-то уникальный тренд в нашем городе. Сейчас Архангельская область – это, по большому счету, просто город торговых центров, в котором их больше, чем в любом миллионнике. Это не привлекает туристов, чтобы приехать. Я не знаю, может быть, сделать Архангельской столицей джаза, то есть столицей уличных театров. У нас очень много хороших в городе людей активных. Это и Виктор Панов, и разные джазовые исполнители. Нужно как-то объединиться и придумать какую-то совместную фишку, которая бы привлекала туристов. И тем больше хорошее время для внутреннего туризма, потому что за границей очень дорого стало ездить. И не каждый может себе это позволить. Поэтому, если что-то появится в Архангельске интересное, люди поедут. Зарабатывать деньги на туризме, на ваш взгляд, Архангельску в этом аспекте, на какой город нужно равняться? На какую-то страну, мне кажется, сложно равняться, потому что есть разница менталитета, разница ценообразования. Лично для меня нравится несколько городов России. Это Казань в первую очередь, это очень красивый город. Там недорогие гостиницы. Можно остаться в центре города, в хорошей гостинице за 900 рублей. В Архангельске за эти деньги ты останешься только в хостеле. И там очень много красивых зданий, которые были построены в универсиаде. То есть, новые здания. Выглядят, как будто бы им 200 лет, и они очень красивые дворцы такие. И просто херестные постройки. Также Нижний Новгород. У нас есть, в принципе, в Архангельске старинные здания какие-то, еще что-то. То есть, просто можно развивать инфраструктуру, делать какие-то праздники, я не знаю, театрализованные шоу. Дать место там и возможность художникам на Чумбаровке появиться или музыкантам каким-то. То есть, в принципе, нужно оживить тоже Чумбаровку даже в первую очередь. Во всех городах пешеходные улицы очень живые. Там выступают музыканты, художники, разные фокусы показывают людям. Александр, нам известно, что о каждом своем путешествии вы рассказываете в социальных сетях. А вот Таиланд в вашем Фейсбуке или Инстаграме, какой записи удостоится и в какую страну вы отправитесь в следующий раз? В Таиланд будет несколько записей. Первая запись о том, что здесь очень тепло, очень все недорого стоит. Я напишу рассказ для людей, которые хотят путешествовать недорого. Потому что Таиланд и, в принципе, сейчас Азия – самые выгодные направления для путешествий. С учетом высокого курса рубля-доллара. Также следующее путешествие у нас будет тоже по работе. А я поеду в Японию в середине февраля. Александр, спасибо. И до встречи в эфире канала ПЭС.